наш эфир продолжает программу час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну и тему которую вы сегодня обозначили и так и внух 2020 год начала новой эпохи вопросительный знак то есть является ли 2020 год нечто эпохальным и началом чего-то эпохального да столько сразу надо определиться что под эпохальным совсем не обязательно подразумевать что-то хорошее даже скорее наоборот что-то плохое и то что год 2020 нам дал мягко говоря пищу для размышления о том что вот она будущее совсем рядом и нравится ли она нам но я уж позволю себе множественное число сегодня не один раз не обессудьте то действительно есть над чем задуматься потому что событий было много событий было много безрадостных но что хуже всего так это то что эти события они кажутся большинством все таки так или иначе либо принимаются либо большинство не хочет никак им противостоять то есть опять же принимается даже если есть какие-то разногласия но теперь попробуем разобраться на чем собственно говоря речь и и что нам делать дальше в этой ситуации благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и для начала давайте быстро пройдемся по некоторым событиям уходящего года я понимаю мы же по ним ходили туда и сюда и куда только куда угодно но еще раз чтобы подвести итоги в соединенных штатах потому что да все таки центр и всеобщее внимание мировой политики центр мировой политики всеобщее внимание приковано именно к соединенным штатам как мы уже не раз вами вспоминали ностальгически вроде бы начало года ничего плохого нам не обещал и представители демпартии казались сборищем массовки проходящей пробы в какую-то дурацкую комедию при этом в комедию самую примитивную и просто не знали над кем больше шутить над кем шутить проще ну самым удобным оказался джо байден казалось потому что все мы все уже думали что ну некуда престарелому человеку лезть позориться говорить глупости путаться в словах и так далее и тому подобное однако как все мы помним в какой-то момент ходячая шутка под названием джо байден а вдруг стала кандидатом в президенты и здесь уже стоило задуматься но на тот момент тоже всем показалось что наоборот демократы выкопали себе могилу во трампу если вспомнить карикатуру боба морана британского карикатуриста самую удобную лунку для игры в гольф которую не попасть невозможно ну и слава богу тем более что администрация президента начала год весьма бодро прихлопнув очередного усатого таракана то есть генерала сулеймани но вот здесь вдруг пришел нам привет из китая в виде вирусы и что этот вирус означал означает мы на самом деле до сих пор не знаем не знают на самом деле и эксперты но к сожалению политики всего мира приникли к экспертам которые как верно замечают разумные политики а такие есть ничем показали себя ничем не лучше знахарей из далеких диких времен которые что-то там считают считают потом говорят нам неразумным как себя вести и возмущаются что мы этого не делаем и в общем понеслось то вирус безопасный то он опасный но ничего страшного обойдется как-нибудь закрывать границы нельзя потому что расизм китайцев обвинять нельзя потому что расизм вдвойне потом вдруг множество больных потом картинки жуткие с могилами гробами хотя люди со скепсисом отмечали что гробы какие-то уж очень ладные красивые и что когда действительно люди умирают в большом количестве то за красоту это особенно не гоняешься но как бы то ни было нам было сказано что вы все умрете поэтому слушайтесь правительство а правительство что-нибудь да сделает и всех загнали по домам все позакрывали и и что делать дальше никто не понял как не понимали явно и сами власти но власти зато это использовали для того чтобы проверить как можно манипулировать людьми и мы все видели что глубочайшему сожалению людьми манипулировать очень легко люди поддаются напугать можно даже стравливать друг с другом можно вот если если кто-то смеет ставить под сомнение домашние аресты маски значит это потенциальный источник зараза а то его а то и так далее и продолжалось это довольно долго несмотря на попытки некоторых судей политиков все это безобразие остановить но безобразие не остановилось зато вдруг при задержании как вы помните уже мы в весне с вами находимся преступник крайне известный своими нападениями в частности на женщин в том числе и на женщину беременную при задержании будучи накачанным самой разной дрянью наркотической благополучно отдал концы и вроде бы ситуация повод для пресса либо вообще проигнорировать ну потому что таких преступников при задержании благополучно дает концы достаточно многое особенно если они повторяю заряжены наркотой всякой однако здесь вышла незадача так как покойный был чернокожим а полицейские преимущественно в том числе тот который применял удерживающий подчеркиваю удерживающий а не удушающий прием были белые и вот тут пошла вторая волна атаке на здравый смысл которая до сих пор не утихает потому что выяснилось что черный уголовник это символ страданий черного народа выяснилось что белые полицейские это символ всех белых вообще потому вдруг народ повалил на улице выражать свое негодование случившимся но выражать его очень странным образом а именно воруя телевизоры одежду и прочие дорогие вещи и разрушая бизнес предприятия в том числе принадлежащие чернокожим но при этом при попустительстве левого истеблишмента и под радостные аплодисменты прессы который уверял что это все правильно и так далее и тому подобное так и должны себя вести страдальцы все это перешло на шоу-бизнес ну как перешло это там и было в очередной раз вышло наружу и те же самые эксперты которые только что нам уверяли что если вышел на улицу заразился заболел и так далее что на самом деле белый супремасизм это гораздо более серьезный риск для общественного здравоохранения чем пресловутый вирус поэтому ничего страшного когда вы ломаете крушите и деретесь в большом количестве себе подобных человекоподобных существ то это ничего страшного а вот если вы идете по своим делам или пытаетесь работать вот тогда вы распространяете заразу и тоже ничего не произошло к сожалению и если мы с вами будем до конца честными то Трамп ну а мы все-таки подходим естественно к этой теме Трамп проиграл конечно же не в ноябре сейчас мы не будем пока пока подкасаться вопросов с подтасовками с мошенничеством и так далее Трамп проиграл сначала когда власть по всему миру в том числе и в Америке взяли так называемые эксперты и стали ставить эксперименты над людьми а мы с вами по жизни в советском союзе помним что когда начинается эксперимент над людьми это ничем хорошим не заканчивается и Трамп проиграл когда ничего американское общество не только американское конечно же но и американское в частности не смогло противопоставить летним погромщикам как только власть достаточно консервативная проводившие консервативную политику и нам давшие надежду что что-то еще может получиться как только власть показала что она не может противостоять истеблишменту в лице экспертов как только власть показала что не может противостоять агрессивной мрази на улицах следующим шагом естественно был момент когда эту самую власть можно просто-напросто убрать мы с вами еще порадовались моменту когда появилась судья верховном суде Эми Барретт будем надеяться мы не пожалеем о ее назначении но это был конечно же эпизод потому что жирной точкой всего того что происходило и раньше стали конечно же выборы которые еще долго будут оставаться далеко не самым мягко говоря славным эпизодом в американской истории потому что мы все увидели что жонглировать возможностями голосов голосовать подтасовывать нарушать и так далее можно и так как это люди повторяю уже чувствовали свою безнаказанность они естественно все эти методы уже бросили и здесь поэтому выборы это не на пустом месте это всего лишь окончание того что уже мы наблюдали и к сожалению консервативное правительство Соединенных Штатов ничего не смогло этому противопоставить не будем сейчас пускаться кто как себя повел почему и так далее и тому подобное но тут уже все было понятно и бездыханное тело Джо Байдена которое вывозили на дебаты где он показал себя молодцом в том смысле что не развалился и ни разу не забыл где он находится ну теперь его собираются вносить в белый дом и уже сочиняя ему славную легенду что все хорошее что происходило за последние месяцы ну я понимаю что это довольно сложно вспомнить что это хорошее но найдут это все его заслуги и более того что вот это вот человек который в принципе вообще никто так называемый президент элек и я опять сейчас не буду говорить заслуженно не заслуженно но сам факт что человек который просто победил на выборах да еще неизвестно победил ли вдруг его начинают говорить об одобрении его деятельности который быть не может ну тут извините то есть вот при кратком взоре на то что происходило в соединенных штатах мы с вами увидим что это на самом деле отражение картины во всем мире так как что у нас например в европе ну в европе все те же самые погромы как мы видели все те же самые домашние аресты и консерваторы в соединенном королевстве великобритании чью победу все приветствовали благо и был повержен социалист корбин а теперь уже ну ничем особенно от социалистов не отличаются огромные расходы людей лишают элементарных прав под красивыми лозунгами и хотя брексит удалось провести но в северной Ирландии недовольны считаю что их бросили на произвол евросоюза ну а так как после победы байдена помните мы говорили Джонсон сразу же взял под козырек и стал докладывать что он теперь борется что консерватизм у него будет мягкий и он теперь борется с глобальным потеплением и тому подобными химерами ну тоже всерьез воспринимать британский консерватизм после всего этого довольно таки затруднительно порадовались мы было что союзник едва ли не самый последовательный трампа Абе стал самым человеком поставившим рекорд по продолжительности нахождения на посту премьера в Японии но и тут якобы по состоянию здоровья так мы наверное не узнаем почему ушел он в отставку сменивший его и суга вроде бы обещает продолжать в том же духе но тоже заверение что Япония теперь вступит в союз по борьбе с пресловутым изменением климата мы от нового японского премьера слышим и если взглянуть и поискать хоть что-то положительное ну какие-то проблески разве что в Скандинавии мы видели где вдруг в социал-демократической Швеции отказались от локдаунов и тому подобных мер сейчас уже говорят что собирают и они там уже готовы пасть перед нажимом истеблишмента ну а в Дании вы помните вам не раз говорил какое-то более-менее интересное правое движение в лице партии новой правой намечается что касается страны моей то здесь тоже ничего приятного мы в этом году не наблюдали полгода мы ждали когда одобрят новые поправки которые сделают нашего вождя окончательно вождем была история и у нас с домашними арестами все с интересом наблюдали как Путин подобно его брату Байдену Путин сам говорил что ощущает по отношению демпартии родственные связи сидел в своем бункере и к нему доставляли людей там не знаю в капсулах или как и был вопрос а вытащит ли Путина наружу вообще или он теперь навеки останется в бункере тем более что понятно людей же надо охранять от всякой заразы и так далее значит зачем его наружу выпускать ну вот какие то там унылые шоу он нам показывал с метанием ручек и тому подобной ерундой но свое получил все поправки прошли и теперь у нас будет видимо соревнование кто станет мумией первым окончательно Джо или Вова я все таки ставлю на Джо потому что Вову закачивают всякой дряни химической явно больше но ставки повторяю будут еще приниматься под конец правда у нас стало повеселее потому что ноябрь декабрь вдруг у нас тут ничего не могу сказать пока до локдаунов и домашних арестов дело не дошло но зато люди развлекаются как хотят сперва все обсуждают видео с отечественным футболистом и заметьте если в америке в европе обсуждают видео где звезды ну так скажем совокупляются да с людьми все таки и желательно противоположного пола то отечественный футболист занимался этим совсем с другим предметом с частью своего же собственного тела но людям это как выяснилось было важно далее у нас поставили памятник под названием алёнушка это обсуждали все потому что памятник был похож на зомби и наверное это идеальное воплощение сегодняшней российской федерации но под конец года история с отравлением главного оппозиционера снова вышла на первый план и вы помните я сказал в начале что деятели демпартии были похожи на массовку к очень плохой комедии ну и ситуация с навальным тоже на самом деле очень похоже на очень плохую комедию потому что сперва история с отравлением чаем это вот в точно как в песне из передачи comedy club в исполнении харламова можете поискать я отравился чаем она так и называется я не буду ее цитировать не обессудьте а когда всплылили еще и отравленные трусы то вообще это стало походить на какую-то самую примитивную шпионскую комедию семидесятых и так далее годов но даже тогда даже в самой примитивной комедии хода с отравленными трусами я например не вспомню вспомню я в одной комедии историю с китайской шпионкой которая соблазняет всех направо и налево но это нас опять вернет в соединенные штаты и эту историю мы с вами уже обсуждали ну а у нас вот так вот и вот что же мы с вами видим в конце 2020 года мы с вами видим что впереди если будут великая перезагрузка если будет президентство Байдена борьба с изменениями климата так называемыми все то агрессивное быдло что буйствовало в Америке летом и их покровители в академии в шоу-бизнесе в прессе если они приходят к власти то вот нам этот год и показал что нас ждет погромы если что-то им не нравится домашние аресты постоянное запугивание выносите то что решают правители то есть маски перчатки а дальше неизвестно что власть остаются неприкосновенными абсолютно оторванными от людей людей и развлекают нас только да футболисты анонисты отравленные трусы или сексуальные китайские шпионки которые получают доступ к секретам Соединенных Штатов безрадостно я с не спорю и тем не менее хотя в этом мире ну например здесь я уже буду говорить в единственном числе себе я места это не вижу но это не значит что надо так просто его принимать и надо так просто сдаваться я ни в коей мере не призываю в который раз говорю каким-то активным и насильственным действием боже упаси но ситуация сейчас такая что даже если мы с вами будем говорить что думаем читать что хотим мы не то что нам навязывают смотреть ну с этим сложнее ну пересматривать получается какие-то старые фильмы а не те что нам навязывают и думать думать это самое главное то это уже будет сопротивление сейчас левый эстеблишмент который с левыми уже слился они считают что они победили у них есть на то основания возможно нас ждут несколько весьма неприятных лет возможно и нет но вне зависимости от того что произойдет скажем в конгрессе уже в январе или дальше еще раз повторяю главное нам с вами это вот этому новому миру противостоять Бакли когда-то говорил что задача консерватора стоять на пути истории с криком стоп ну вот это нам руководство к действию я не могу обещать что победа будет за нами обязательно но то что сдаваться не надо и сопротивляться стоит это безусловно знаете есть такой фильм не самый лучший с семнадцатого года называется анной апокалипсис он странным образом зомби мюзикл а вообще казался довольно подходящим для этого года вне зависимости от пристрастия его авторов политических я про них ничего не знаю знать не хочу там есть две песни которые я вам советую запомнить в одной там слова while while there is a hope while i still breathe i will believe я уже не буду переводить чтобы рифм не портить ну а вторая даже более наверное актуальная if it is my time to go i'll give them one hell of a show так что мы так просто им не сдадимся и будем продолжать делать то что получается со своей стороны могу вам обещать что каждый понедельник я буду говорить то что думаю и надеюсь вы меня в этом поддержите давайте здесь я умолкаю если Сергей что-то добавит к моим этим безрадостным итогам года с удовольствием передам слово у нас тут радиослушатели радиослушательница пытается дозвониться уже длительное время добрый день здравствуйте здравствуйте у меня к Ивану два вопроса во-первых ну может быть три слышал ну по интернету ходят видео демонстрации в Лондоне наверное это в Лондоне в Англии по крайней мере они огромнейшая огромнейшая демонстрация которая распевает песню что мы в гробу видали вашу вашу прививку мы в гробу вердали королеву мы в гробу видали всех кто нам не дает дышать и прочее прочее такая во-первых меня вопрос видели ли вы это и от какого это числа примерно опубликовано 22 декабря и второе не считаете ли ну второе насчет взрыва несколько слов может быть вы скажете вот и третье не считаете ли вы что Трамп и я даже если бы был Трамп или какой-то молодой Трамп неважно 4 8 лет это только отсрочка того времени когда полностью уже придут к власти наши так сказать внуки дети которые у которых там на три четверти промыты три четверти из них у них промыты поэтому это только отсрочка что вы скажете по этим трем поводам да спасибо вам по первому к сожалению ничего не скажу не попаду наверняка таких видео многое наверняка есть я видишь что ты мне попадалась в Германии огромнейшая демонстрация в Англии в Англии я знаю в Англии наверняка тоже было я видел ее эпизоды с ее разгоном когда полиция вела себя гораздо агрессивнее чем летом например нет ну я видела там никакого разгона били погромщики а они ничего не делали а здесь они людей которые просто вышли высказывать свое недовольство крутили им руки будь здоров вы помните я за полицию всегда готов заступиться но не в этом случае поэтому эта демонстрация она проходила я вам сейчас точно не скажу по-моему в первых числах декабря такое было а если мы говорим про одно и то же они поют песню долго 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 и никто им не крутит руки долго поют много-много куплетную песню протест такую ну вот это не знаю это мне не попадалось говорю вам сразу вот то что я видел я вам рассказал по поводу взрыва пока все-таки подождем с выводами но то что человек имел своей целью не убивать людей а нанести какой-то ущерб телекоммуникационной системе по-моему пока это только это можно сказать это не означает хорошо что он то что он сделает хорошо хотя у многих из нас наверняка уже такие мысли тоже появляются я полагаю но давайте опять же подождем что нам скажут когда будет больше каких-то данных пока многие многие говорят что это связано с тем что вот FBI теперь может свободно расследовать доминион там потому что в этом здании не только вот это эти эти а второе там в глубине там что-то связанное с компанией которая связана с доминион и что это якобы свободный так сказать шанс расследовать можно подумать FBI хочет этого расследовать ну да я не знаю вот когда начинаются такие уже там пострадал вообще по-моему чуть ли не 40 зданий от взрыва и наверное можно почти каждому зданию какую-то теорию заговора прилепить поэтому здесь я как всегда в таких ситуациях все-таки воздержусь от вывода третий вопрос он самый интересный потому что да очень может быть что даже если бы вот трамп однозначно победил в ноябре и мы получили еще четыре года а потом не знаю что не будем забегать вперед то эти бы четыре года левые только усилили свою атаку и опять видя что весной и летом они не встретили достойного сопротивления они бы возможно трампа постарались убрать даже тоже не дожидаясь окончания второго срока нашли бы какой-нибудь способ так что они настроены всерьез вернуть себе власть и сейчас у них это получается но как говорил Эллиот я тоже часто вам напоминаю не бывает полной победы не бывает полного поражения поэтому я все таки думаю что нынешняя система лево либеральная лево радикальная она лево либеральная она себя долго не долго не продержится и так или иначе ее ждет крах он он может быть болезненным и связанным с жертвами к сожалению мне бы хотелось чтобы без этого обошлось но они не смогут долго так работать так людям промывать мозги сколько времени продлится вот это нынешняя их временная победа я не знаю но повторяю все на самом деле в наших силах Иван Иван извините меня уважаемый Иван мой вопрос был не совсем об этом мой вопрос был о том что у нашей молодежи и среднего поколения вот я могла могу сравнивать сорок семь сорок восемь лет и тридцать пять да я все понимаю о чем вы говорите и они они сами своими руками это делают с одной стороны я с вами согласен с молодежью дела плохи с другой вспомните шестидесятые годы сколько написано сколько сказано о том что шестидесятые годы это левая молодежь а вспомните реальное положение вещей самая знаменитая левая это студенты за демократическое общество две с половиной тысячи членов тогда как молодые американцы за свободу консервативная организация двадцать пять тысяч просто в той организации люди были более шумные из более престижных вузов и поэтому они действительно привлекали к себе внимание то же самое ну не то же самое сейчас ситуация похуже я с вами согласен но во первых многие люди все-таки когда взрослеют они что-то начинают понимать не все но многие и второе еще раз о чем я и говорю пока пытаемся мы с вами что-то донести до молодых людей если хоть до одного из десяти что-то донесется то потом их будет уже не один а немного больше ничего так что просто сказать что все мы отдаем молодежь левым они все безнадежные пусть ступеют и помирают сами от своей же глупости ну вряд ли это разумно мы должны прерваться немножко перебрали времени вернемся буквально через несколько минут возвращаемся в программу час Ивана Денисова и прежде чем перейти к следующей теме а вопрос с ютюба в недавнем эфире вы вскользь упомянули принца чарлза интересова интересна ваша оценка британской монархии это диснейленд для народа или как считает профессор панарин британия правит миром когда профессор панарин упоминает это сразу да как-то меня напрягает хотя я понимаю что вопрос вполне разумный нет британская монархия вряд ли чем-то правит британская монархия это скорее символ но хотя британцы королеве относятся с огромным уважением принц чарлз симпатии у британцев конечно же не вызывает и если он все-таки станет возглавит страну а не отречется вовремя в пользу ну надеюсь нормального сына потому что там братья тоже они разные то я не думаю что монархистам в британии придется легко так как тоже я по-моему об этом говорил многие уже говорят британцы используют такую формировку что я монархист но не лоялист то есть вот институт монархии я уважаю но человек который может стать королем то есть принц чарлз он симпатии ну прям скажем не вызывает и если мы вспомним что в свое время правление одного такого короля не слишком разумного привело к тому что люди считавшие себя истинными патриотами британской системы от британии отделились я говорю про американских колонистов конечно же то вот посмотрим что будет дальше так что нет всесилия британской монархии сильно преувеличена но я считаю что для британии все же лучше чтобы монархия сохранялась им на республиканскую систему переходить не стоит мы прошлый раз хотели поговорить вы хотели рассказать поговорить о Джорджи Шульце которому исполнилось сто лет но не хватило времени да сегодня вот как раз Шульца мы с вами вспомним Шульц это очень интересный как и многие американские политики пример того что человек вроде бы представляющий истеблишмент тем не менее оказавшись в администрации консервативного президента Рейгана ну в общем и целом все же работал на президента консерваторы шульцам не очень были довольны хотя порой совсем не по тем причинам по которым вы подумали да его часто критиковали за чрезмерную мягкость но представьте себе доставалось ему и за жесткость и более того за жесткость по отношению к кому представьте себе по отношению к Рафату потому что тогда еще да изначально американский консерватизм Израилю так или иначе сочувствовал но вот на тот момент еще полного единения консерваторов с Израилем пожалуй не было и когда шульц отказывал Рафату во въезде в штаты то вот в консервативной прессе его критиковали что так неправильно правда к сожалению потом шульц и здесь сдался потому что он Рафата пустил в обмен на ряд гарантий но сами знаете как арабские террористы относятся к гарантиям в целом кстати говоря шульц и Израиль это пожалуй самая интересная тема потому что шульц не очень хорошо закончил вот этой истории с Рафатом и не очень хорошо начал потому что помешал Израилю закончить операцию в Ливане другое дело что там все были тогда против Израиля и Израиль во многом оказался на положении Соединенных Штатов и Вьетнаме то есть когда все делает правильно борется с врагами но все общественное мнение против и что бы ты не делал любые действия они оборачиваются против тебя и шульц когда пришел то ему надо было себя показать с лучшей стороны как он думал и если бы скажем Хейк бывшего предшественника наверное бы не стал оказывать давление хотя мы этого никогда не узнаем то вот шульц кинулся в миротворческий процесс ну и вы помните чем все закончилось закончилось все плохо прежде всего для Соединенных Штатов теракт когда погибло более двухсот морских пехотинцев в Ливане так что здесь у шульца был конечно же провал но в дальнейшем он нашел очень много общего прежде всего с Шамиром так как они были людьми примерно одинакового склада Шамир старый боец шульц воевал и воевал по-настоящему и поэтому морпех и участник боевых подпольных отрядов они друг с другом взаимодействовали хорошо как говорил сам шульц да меня порой просто поражало отношение ко мне Шамира ну и Шамира шульца назывался очень высоко и самая главная заслуга шульца вот в то время что он был госсекретарем на ближнем востоке это то что он всегда придерживался идеи которую в своих меморах сформулировал независимое государство так называемое палестинское не нужно Израилю не нужно Америке не нужно региону и он делал все чтобы этого не получилось и к счастью так оно и вышло и хотя периодически там были какие-то мирные процессы да попытки его затеять но шульц никогда сильно на израильское правительство помните там менялась Шамира Перес он никогда на них не давил и даже напротив при нем взаимодействие американского США Израиля очень сильно выросло поэтому здесь все таки Шульцу мы зачтем его позицию по Израилю при минусах но они наверное неизбежны он понимал что и как и с кем и кто действительно друзья Америки в вопросах отношения с Советским Союзом он порой бывал слишком любезен по отношению к Горбачеву прежде всего к предшественникам Горбачева у него никаких иллюзий не было но в целом позицию жесткую Рейгана он точно не срывал и если вспомнить срыв в свою очередь переговоров в Рейкьевике то как раз именно ему была обращена фраза Рейгана когда они с Горбачевым не пришли к соглашению Джордж мы отсюда уходим и Джордж особенно не возражал его опыт работы в администрации еще Никсона ему помогал и то что он находил общий язык самыми разными представителями Рейгановского окружения при этом оставаясь человеком достаточно жестким повторяю ветеран это сказывалось ну кстати то что вот он воевал это ему во многом и это кстати было распространенное достаточно среди ветеранов это ему придавало и вот какой-то некоторые мягкости в отношении Советского Союза потому что ну он помнил о том какие потери понес Советский Союз он когда приезжал сюда он всегда посещал мемориалы посвященные погибшим на кладбище в Петербурге тогда Ленинграде он всегда ходил на кладбище людей погибших во время блокады поэтому здесь порой наверное какие-то сентиментальные соображения ветерана войны у него брали вверх но главное что все таки он не позволял им противоречить позиции Рейгана и то что пришедшие ему на смену Буш и Бейкер оказались гораздо более слабыми ну Бейкер просто был прямо скажем бюрократ хотя у него были свои плюсы но не так уж и много было по сравнению с ними пара Рейган и Шульц и взаимодействовала гораздо лучше и действительно была отличалась жесткостью там где нужно Гейтс знаете тоже вечный бюрократ но при этом довольно таки меткий и точный наблюдатель говорил например что Джордж Шульц был который и в ЦРУ руководил и был министром обороны помните его но он еще жив и здоров тоже говорил что Шульц вообще-то один из самых жестких госсекретарей которых можно было себе представить и что часто обвинения в чрезмерной мягкости они были направлены на него совершенно зря но вот проблема Шульца в том что он как очень многие политики он не выходит за рамки своих достижений и эта проблема она на самом деле не имеет консерватизму никакой связи потому что говорит что надо обязательно защищать какие-то соглашения договоренности тридцатилетней сорокалетней давности и исходить именно из них сегодня это не консерватизм консерватизм это воспринимать всю внешнюю политику с точки зрения определенного набора идеи установок вот Шульц к сожалению оказался тем кто вот уцепился за последние годы своего своей работы с Рейганом когда заключался ряд соглашений когда казалось что вот все и действительно так и было вся система советская рушится и что все эти соглашения все эти договоренности они будут и соблюдаться и когда Шульц скажем выступает и критикует книги или статьи о якобы израильском лобби а он это делает тут я ему конечно же аплодирую потому что он молодец и помнит кто настоящие друзья соединенных штатов и любые идиотские антисемитские конспирологические теории он легко разрушает это у него хорошо получается но когда например он активно протестует против признания армянского геноцида считая что Турция важнее даже учитывая что в Турции там сами знаете какой режим и все такое прочее у меня очень большие сомнения когда он подключается к к истерии с глобальным потеплением изменением климата и так далее и тому подобное у меня сомнений еще больше тем более человеку в его возрасте но наверное надо помнить что уже пугали и ледниковым периодом и потеплением и еще непонятно чем теперь просто говорят про изменение климата но вот Шульц тоже эту тему к сожалению подхватывает и то что он как-то держался и в адрес Трампа особенно не высказывался довольно долго честь ему и хвала не думаю что его поддержка бы что-то изменила то что не критиковал и в общем правильно но когда он в последнее время опять стал говорить что вот Трамп зря вышел оттуда имеется в виду из того-то договора Трамп зря вышел из такого-то соглашения но вот то о чем я вам и говорил даже самые разумные политики увы остаются в плену своих достижений и очень болезненно их охраняют и считают что когда происходит что-то что вот их по их мнению наследие нарушает то это все катастрофа и все такое прочее это было и с Никсоном к сожалению в вопросе Китая ну вот это происходит и происходило и с Шульцем который вот уверен что Америке нужно обязательно состоять в каких-то объединениях союзах и так далее к тому же в этом году Шульц был среди людей подписавших письмо ну якобы определяющее будущее российско-американских отношений американо-российских конечно там где в общем набор подписантов полная каша ну преимущественно конечно истеблишмент там люди из госдепартамента времен Обама Хансман туда попал при Трампе был послом в Москве что самое интересное мир Шаймер один из тех кто проталкивает идею пресловутого израильского лобби ну и вот Шульца туда тоже занесло письмо абсолютно бессвязное из него вообще ничего не понятно то есть вроде бы да давайте дружить с Москвой но когда они что-то делают не так мы будем говорить что вы делаете не так но каких-то реальных действий принимать предпринимать не будем потому что давайте все-таки с ними дружить и так далее и так далее и так далее и все это на протяжении там не помню скольких абзацев абсолютно повторяю какой-то бессмысленный набор штампов и ничего абсолютно не проясняющий но кроме того что уважающий себя авторитарный режим вроде путинского естественно воспримет подобное письмо как капитуляция а кстати говоря велика вероятность что Байден и компания будут строить свои отношения с Путиным но пока повторяю тот и другой еще будут в здравом уме а я не знаю сколько такое еще продлится а может уже может этот период уже и завершился в случае с обоими но как бы то ни было то что вот это вот письмо есть оно явно судя по подписантам будет играть серьезную роль в ближайшие годы если Байдена останется у власти или Харрис и что Шульц в это дело к сожалению вляпался но это безусловно и это его все таки не особенно украшает скажем прямо поэтому если смотреть на его карьеру то мы увидим крепкого служащего и сильного администратора к тому же специалиста по переговорам с профсоюзами в администрации Никсона мы увидим достаточно уверенного и хорошего бизнесмена так как он занимался и бизнесом довольно активно мы повторяя увидим человека пусть не связанного с консервативным движением но ставшего достойным помощником Рейгана и в общем много чего сделавшим для при всех своих опять же проблемах и недостатках сделавших для крушения советского режима и для укрепления отношений между штатами израилем в том числе между американскими консерваторами израилем так или иначе у него это получилось но вот да к сожалению на перейдя в ранг государственного мужа в отставке да и такого пенсионера общефедерального значения свое наследие конечно же шульц подпортил поэтому тоже не будем забывать о чем я говорил как он разрушает конспирологические антисемитские теории это он молодец но то что ему надо в ряде случаев сосредоточиться на том что хорошо получается а именно вспоминать про рейгана разделываться с этими самыми теориями но ни в коем случае не пытаться определять политику сегодняшнего потому что у него это плохо получается это на мой взгляд безусловно так что поздравим все таки шульца и не забываем о том что до его политической карьеры была и карьера боевая и здесь это тоже мы должны помнить его за это уважать ну и пожелаем ему все таки долгих лет жизни сколько еще и нам судить но пусть живет и дальше но так осторожно порекомендуем чтобы все таки он больше занимался домом семьей и вот политикой уже особенно не увлекался ну хватит мы так пусть лучше мы его запомним рейгановским госсекретарем и борцом с антисемитизмом а не вот подписантом этого самого безрадостного письма так что с днем рождения джордж шульц и наверное здесь я этот сегмент завершу если сергей что-то добавит с удовольствием передам слово а я с удовольствием приму телефон из занов добрый день добрый день господа с наступающим новым годом у меня было очень интересное можете себе представить в конце 80-х годов встреча господином шульцем он выступал его пригласил в чикаго его пригласил и подалили ему роскошную минору и первое что он сказал там было несколько тысяч человек в Хилтоне и он сказал что такую минору моему деду подарили он был священником евангелистом и у него были прекрасные отношения прекрасные с евреями но главное другое что он рассказал вы знаете когда он же был профессором кажется в чикаго университете преподавал экономику и он был блестящим профессором вот у меня был студент израильтянин великолепный потрясающий парень умница самый лучший на курсе и вот началась шестидневная война и он исчез он исчез через несколько дней я узнал он погиб вот я подумал про себя говорит я раньше не интересовался евреистом абсолютно говорит я подумал про себя что это за народ который таких студентов которые могли бы в будущем презентовать нобелевскую премию по экономике его не надо его не призывали в армию он поехал и погиб и после этого он стал он познакомился с семьей и они стали ближайшими друзьями поехал в Израиль и вот это его был переломный и вот он рассказал было несколько тысяч человек в аудитории и он стала эту историю совершенно уникальная потрясающая нельзя ни чем возразить вот так он пришел по отношению к Израилю к отношению еврейцев окей спасибо что выслушали но это было интересно он написался на книжке где он стоит рядом с Горбачевым это что-то было было это осталось на память спасибо большое спасибо большое очень хорошее дополнение к рассказу про шульца действительно это это такие вещи конечно всегда придают необходимые штрихи дополняют спасибо вы правы спасибо спасибо иван с наступающим новым годом и до встречи в новом году да с наступающим всем только хорошего пусть следующий год будет лучше этого и спасибо